Наш рынок продолжает расти после недавней коррекции. Всем привет! Вы находитесь на канале Нутри Шеф, канал финансов, инвестициях и фондовом рынке. В этом очередном видео посмотрим с вами текущую ситуацию на нашем российском рынке, как удается зарабатывать на нем в такой ситуации, ну а также обратим внимание на валютную пару рубль-доллар, что происходит там. Смотрите это видео до конца, как обычно, не перематывая, вам все станет предельно понятно. Но начнем с вами, наверное, с индексом московской биржи, который пока что находится на своей трендовой линии. Давайте ее начертим. И пока мы ее не пробили, говорить о какой-то более глубокой коррекции, конечно же, не приходится. Мы видим, что мы в очередной раз от данной трендовой отбились и снова пошли на тест уровня продаж, зоны сопротивления, в район 3200. Я уже неоднократно говорил в последних своих видео, что сейчас нашему рынку пойти в более глубокую коррекцию не дадут. И все это, конечно же, на фоне чего? А на фоне как раз-таки крепкого доллара, да, и продолжения девальвации рубля, а также высоких цен на нефть. Обратим с вами внимание на котировки нефти, которые продолжают расти в связи с интервенциями ОПЕК+. И обратим с вами внимание на валютный рынок. Мы видим, что доллар находится под своим сопротивлением. Если мы прочертим так линию наклонную, то мы видим, что от этой линии мы несколько раз уже отбивались. И в очередной раз сейчас идет поджатие к этой линии. И на валютную пару никаким образом не влияют ни высокие цены на нефть. Казалось бы, да, в то время, когда у нас были бюджетные правила действовали, у нас при высокой нефти, конечно же, валюту продавали. Но сейчас в связи с тем, что президент разрешил нашим экспортерам держать валюту на заграничных счетах, соответственно, приток валюты в России, он значительно снизился и испытывает дефицит. Конечно же, вот те действия, которые принимались ранее, в предыдущих годах, когда была ситуация другая и как-то могли повлиять на укрепление доллара, то сейчас абсолютно совсем другая ситуация. И вот в связи с тем, что наш рубль держится настолько высоко, и растет цена на нефть, наши экспортеры чувствуют себя достаточно неплохо, и нашему индексу при такой формации, конечно же, упасть не дадут. Я уже еще весной говорил о том, что при такой девальвации у нас еще тогда Центральный банк отмечал, что про инфляционные риски он видит в будущем. Конечно же, еще тогда говорю, что если вы хотите покупать что-то сейчас, еще весной, то из крупных покупок, то нужно это делать сейчас. Потому что в дальнейшем Центральный банк будет поднимать ставку ввиду высокой инфляции, что будет приводить, так скажем, ввиду того, что у нас идет дефицит бюджета, девальвация рубля и, естественно, цены на товар будут расти. И сейчас как раз таки еще, наверное, можно успеть, когда купить товар по старым ценам, которые закупались при прошлом курсе доллара, который составлял около 80 рублей, 80-85. И как раз к этому сейчас Тинькофф Банк проводит акцию по кредитная карта Разумно, в соответствии с которой, заказав данную карту по ссылочке в описании, то есть партнер Банк Тинькофф канала предоставил ссылочку специальную с этой акцией, при заказе данной карты по ссылочке в описании, вы получите кэшбэк 3 тысячи рублей и вечное бесплатное обслуживание навсегда. При покупках, при тратах с этой карты в первый месяц 7 тысяч рублей. То есть тратите на ваши какие-то покупки привычные, то, что вы хотели, допустим, купить давно, 7 тысяч рублей и вам обратно, в соответствии с этой акцией, возвращают обратно кэшбэк в рублях, причем обратно на карту 3 тысячи рублей, соответственно, компенсируя вам практически 50% данной покупки и подключается бесплатное обслуживание навсегда. Акция для тех, у кого данной карты еще не было. Поэтому успевайте воспользоваться такой крутой возможностью, ссылочка под видео в описании. Тем более, в чем еще здесь плюс, данный кэшбэк возвращается в течение 3 рабочих дней после данной траты, что достаточно быстро. Ну и у меня и у моих подписчиков сегодня был просто шикарный день. Сегодня выстроили все идеи, которые покупались. Сегодня выстроили акции банка Тинькофф, которые мы покупали. Там я в закрытом телеграм-канале показывал формацию. Здесь у нас была формация Клин. Это мы наблюдали и по банку ВТБ, у которого аналогичная была ситуация. Кто разбирается в техническом анализе, тот видит. То есть у нас аналогично была формация Клин с поджатием вверх и, соответственно, был выход. И по ВТБ я подписчикам говорил, что цель у него 0.03-0.0.35 в ближайшее время, в этом году, в 2024 году. То есть мы постепенно идем к этим целям. И несмотря на тех армагеддонщиков, которые говорили, что банк ВТБ это дно, он никогда не вырастет. И уперлись в этот самый Сбербанк, который, в принципе, сейчас находится на достигнутых отметках. И, в принципе, весь рост, который у него был, он уже отыграл. Я же говорил, что ВТБ это следующая, скажем, темная лошадка, которая будет догонять Сбербанк. И что мы в настоящее время с вами наблюдаем. Так вот, возвращаясь к той формации, которая у нас была и по ВТБ. Сейчас мы аналогичную ситуацию видим и по Тинькову. То есть у нас есть клин и, соответственно, выход из него. Цели по бумаге я также прописал в своем закрытом телеграм-канале. Кому интересно, там я пишу свою аналитику в режиме онлайн. Какие-то торговые идеи, то, что я сам покупаю. Ну и, соответственно, подписчики, пользуясь данной информацией, достаточно круто зарабатывают. Сегодня было зафиксировано по Тинькову половина прибыли. Но оставшаяся часть будет тянуться до указанных целей. Соответственно, все это расписывалось заранее. Какая здесь формация, где у нас трендовая. Соответственно, если вы хотите получать вот такие вот технические моменты, обучаться. Если, тем более, вы новичок, хотите понимать рынок, то подписка на телеграм-канал закрыта. Достаточно круто вам поможет ориентироваться в рынке. Также сегодня покупался магнит на лоях. Вот здесь вот сегодня покупал. И уже сейчас на вечерке он выстрелил. На чем же он выстрелил? Давайте с вами обратимся к моему бесплатному телеграм-каналу, где я выкладываю всю аналитику в режиме онлайн. Кстати, здесь я также выкладывал и выстрелившиеся сделки по сегодняшним данным. Это и магнит сегодня был забран 3,4%. То есть сегодня он покупался на самых лоях. И на отскоке сегодня был сброшен 3,4% буквально за полдня. А какие же новости вышли? Ну, все мы с вами прекрасно знаем, что магнит проводит байбэк. Байбэк, выкуп акций у нерезидентов с дисконтом 50%. И сегодня вышла вечерняя новость о том, что магнит может в 2023 году, может, не факт, провести новый байбэк через двусторонние сделки на тех же условиях. То есть уже магнит достаточно большое количество денег потратил на выкуп текущих сделок, на выкуп текущих акций. Что касаемо там объема, это порядка 28%, по-моему, от общего объема. Чем это является плюсом, что это является, как это может повлиять на акции магнитов в дальнейшем и какой плюс тут я вижу. Соответственно, если данная акция будет после выкупа гаситься, естественно, количество общих акций будет уменьшаться. И это приведет к увеличению дивидендов по магниту, которые, скорее всего, в скором времени будут также объявлены. И вот эти новости касательно, возможно, будущего увеличения выкупа, да, естественно, является положительным моментом. Но здесь нужно понимать, что этот положительный момент будет вдвойне эффективный, если эти акции будут гаситься, то есть уходить с рынка. Здесь тоже четко нужно эту информацию понимать. Но вот этот рост, он, конечно же, дал возможность сегодня достаточно неплохо заработать. Я думаю, что основная будет информация по магниту и по дивидендам, скорее всего, уже осенью, там где-то, наверное, в сентябре-октябре. Поэтому прекрасная возможность, скорее всего, будет его докупить на какой-то либо коррекции. Следующая акция, которую бы я хотел рассмотреть, это акции «Газпром». В закрытом телеграм-канале также я выкладывал информацию, торговую идею о покупке «Газпрома» на нижней границе данного повышательного канала. Мы видим, что у нас здесь формировался повышающийся канал, который рано или поздно, конечно же, приведет к нам к закрытию данного дивидендного гэпа. Это уровень 195-200. Я жду «Газпром» к следующему, во всяком случае, дивидендному сезону и на этих отметках. Поэтому я думаю, что «Газпром» в любом случае какие-то дивиденды будет выплачивать в следующем году. Но промежуточных дивидендов здесь не стоит, конечно же, отжидать. Так вот, покупка здесь была на нижней границе данного канала. А у верхней границы тут его стоит уже продавать. Не как многие покупают на верху, на хаях, а потом удивляются, почему акция идет вниз. Я все делаю технически правильно. Об этом я пишу в своем закрытом телеграм-канале. Вот эти технические модели. Почему я тут покупаю? Не просто, так скажем, купил, а здесь, на какой объем опишу, почему я здесь покупаю. То есть, обосновывая с технической точки зрения. Чтобы подписчики тоже понимали, почему здесь идет покупка. И принимали соответствующее решение самостоятельно. Входить им здесь в сделку, либо не входить. Чтобы у них было обоснование. Не как новички, просто делают так. Купил, где попал, а потом выделяется, почему акция падает. А чтобы это было подкреплено с технической точки зрения. То есть, подписчики не просто покупают бумаги, а они еще и в этом уже достаточно неплохо разбираются. Понимают, почему здесь нужно покупать. Почему здесь точка входа более безопасная. Уже разбираются в технических моделях. У нас здесь уже выработались некоторые технические модели. Которые говорят, допустим, за покупку. Это чашка с ручкой. Там, скажем, каналы восходящие. Ну, то есть, очень много формаций клина, треугольников. То есть, я здесь все объясняю. Как и почему это формируется. Почему нужно покупать. Поэтому, локально, Газпром здесь исчерпал свой лонг. Здесь его покупать уже поздно. Некоторые телеграм-каналы разгоняли сегодня. Засаживали подписчиков в лонги. Потому что, ну, мне писали подписчики мои. Но, на самом деле, здесь с технической точки зрения уже неправильно. Здесь нужно продавать. Мы здесь уже продавали на росте. Ну, а другие телеграм-каналы, наоборот, покупали. Ну, узнаем, кто, оказывается, потом прав. Мы здесь заработали. На росте. Ну, а кто здесь покупал. Я сомневаюсь, удастся ли им здесь заработать уже на данном диапазоне восходящего канала. Следующий момент. ВК. А, кстати, у нас сегодня по Яндексу выходила негативная новость касаемо Воложда. Аркадия Воложа, который тут заявил некоторые протестные высказывания касательно действий. Да, России. И, который покинул, кстати, Яндекс в декабе прошлого года. И мы видим, что соответствующая реакция сегодня котировок достаточно неплохая была. По Яндексу я также скептически отношусь к этой компании. Так как здесь по-прежнему структурные риски присутствуют. Я не принимаю такие риски для покупки бумаги. Да, я не рискую таким образом своим капиталом, чтобы влезть вот в такие непонятные истории. Да, и рисковать, когда существуют такие вот именно фундаментальные риски в компании. Вырастет, упадет Яндекс. Но здесь значения не имеет. Если есть такие риски, то я стараюсь их избегать. Потому что я преувеличиваю, увеличиваю свой капитал, да, а не уменьшаю. То есть, во всяком случае, пытаюсь это сделать. По ВК. Смотрите, здесь какая ситуация. Я на самом деле не понимаю, почему ее пампят, почему ее покупают. Вот если мы смотрим с вами фундаментальное значение. Сегодня, кстати, вышла отчетность по ВК. Сейчас мы посмотрим значение. Но фундаментально здесь ничего не поменялось. То есть, как ранее было неэффективное управление в данной компании, на чем, собственно, падала данная акция достаточно долго и мучительно. То сейчас, если мы посмотрим на отчетность. Кстати, в бесплатном телеграм-канале я также эти данные выкладывал. То за 6 месяцев выручка составила 29 миллиардов рублей. То есть, выросла на 33% во втором квартале. А вот с чистой прибыли здесь все по-прежнему достаточно плохо. Чистая прибыль здесь показывается в виде убытка 11 миллиардов рублей. Но как вы думаете, стоит ли покупать такую компанию, которую показывают убытки? То есть, управление в данной компании, которое было ранее, которое и, в принципе, сейчас, оно неэффективно управляет деньгами. То есть, мы видим, что даже при увеличении выручки по-прежнему компания показывает и несет убытки. То есть, и ранее у ВК были большие управленческие расходы. Сейчас мы с вами также видим вознаграждение агентам-партнерам, расходы на персонал, маркетинговые расходы достаточно выросли. То есть, сейчас идет активная реклама у ВК. И мы видим, что ВК тратит на это достаточно большие деньги. Ну и прочие операционные расходы. То есть, мы видим, что ВК сейчас больше направляет денежный средств именно на раскрутку компании. При этом не уменьшает расходы на, скажем, персонал, на управленческие расходы. То есть, не забывает себе выписывать, видимо, хорошие премии. И все это приводит к неэффективности как раз-таки деятельности данной компании. То есть, если мы посмотрим в целом на финансовые результаты и сопоставим с акциями. То есть, но тот рост, который мы сейчас видим, он, конечно же, пока что не основан на каких-то фундаментальных значениях. То есть, здесь все в рамках тока, только ожидания будущей чистой прибыли. Сейчас просто идет накрутка, раскрутка данной компании. Активная реклама. И на это тратятся достаточно большие деньги. Верите ли вы в эту компанию, что она в будущем будет показывать достаточно неплохой доход? Я на самом деле не верю. Потому что я помню эту компанию еще с долгих времен, со старых времен. Когда вот эти управленческие расходы были высокие. И, собственно говоря, неэффективность управления менеджером. Ничего на сегодняшний день не поменялось. Мне такая компания на самом деле для инвестирования неинтересна. Ну и глядя на Сбербанк, мы видим некие попытки восстановления котировок. По Сбербанку также выходила обчетность. По второму кварталу и по полугодию, по-моему. Ну, достаточно неплохие данные были. Что говорит о продолжении роста прибыли. Но, опять же, если мы с вами вспомним риторику центрального банка в части повышения ставки. То это говорит нам о том, что экономическая активность будет во втором полугодии снижаться. И кредитование будет снижаться. И, соответственно, отчетность у банков будет уже не такая радужная, как это было в первом полугодии. Когда наращивался и кредитный портфель ввиду низкой базы денежной, то есть во втором полугодии данная экономическая активность будет снижаться. Это немаловажный момент. Я думаю, что и показатели, и в том числе и у Сбербанка, скорее всего, во втором полугодии будут уже не такие радужные. Я не говорю о том, что они будут плохие. Но мы все с вами прекрасно понимаем, когда компания показывает, допустим, ежеквартальный, там ежемесячный прирост неплохими темпами, да, когда выручка постоянно растет, чисто прибыль постоянно растет. А бывает обратная ситуация, когда либо чисто прибыль остается на прежнем уровне с каждым месяцем, либо с каждым кварталом, либо идет тенденция на снижение, то здесь уже внимание инвесторов, оно не так активно. То есть компания уже не так остается привлекательным для какой-то текущей покупки или текущего инвестирования. Вот как бы я думаю насчет Сбербанка таким образом и в целом на банковский сектор. Ну и завершая все это умозаключение, весь этот обзор, хотелось бы отметить, что, собственно, в заключении можно сказать по нашему рынку. Наш рынок пока что идет в отскок на по-прежнему девальвации рубля, на высоких ценах на нефть, потому что наши экспортеры достаточно неплохо себя чувствуют в текущей ситуации. Но я думаю, что мы придя на тест данной зоны продавца, от которой у нас пошла достаточно большая волна и большие объемы на продажу, возможно здесь будет какая-то двойная вершина и мы пойдем на более глубокую коррекцию. Пока что наш рынок держит именно девальвацию рубля, здесь говорить о большой коррекции не приходится, но нужно следить, конечно же, за валютной парой рубль-доллар. Если все-таки у нас пойдет откат по доллару, да, соответственно, наш рынок также пойдет в коррекцию. Но мы видим, что пока никакие интервенции центрального банка в отношении того, что он вкидывал информацию в том плане, что не будут продавать, не будут покупать валюту до конца текущего года, для того, чтобы не создавать дополнительный спрос на валюту. Мы видим, что даже данные словесные интервенции никаким образом не влияют на укрепление рубля и по-прежнему идет поджатие к данному уровню. То есть сейчас снова отметки у нас доходили практически до 98 рублей за один американский доллар. Если мы не удержим эту линию сопротивления, то следующая отметка у нас будет на уровне 100. Ну, мы во всяком случае видим сейчас, что каким-то кардинальным образом центральный банк не борется с курсом валют. Видимо, всех данный курс устраивает. Только не устраивает, наверное, население, которое от этого только, так скажем, проигрывает в своих и зарплатах, и в покупательских способностях. Потому что на ближайшем заседании центральный банк, скорее всего, будет поднимать ставку достаточно агрессивно. И один-два раза еще будет, скорее всего, поднимать ставку. У нас будет расти и доходность, и по облигациям. Если мы обратим с вами внимание, то доходность снова стала расти. То есть опять составляет 11-26% по длинным облигациям. И, соответственно, по счетам накопительным и по вкладам также достаточно неплохо будут подрастать в ближайшее время ставки. Но и также будут дорожать кредиты, что, собственно, будет влиять на снижение экономической активности в нашем государстве. Ну, а на этом я закончу свой обзор. Я каждый день нахожусь в закрытом Телеграм-канале в режиме онлайн, где я пишу свою аналитику. Поэтому, если вы хотите к нам присоединиться, первая ссылочка здесь на Телеграм-бот. Подписка на закрытый Телеграм-канал. Вторая ссылочка на получение карты, на заказ карты Тинькофф Платинум. Кто еще хочет успеть получить кэшбэк аж целых 3000 рублей. Ссылочка в описании под видео. Ну, и третья ссылочка – это подписка на бесплатный Телеграм-канал абсолютно бесплатный, где я выкладываю всю новостную линейку, все важные новости, которые также немаловажно читать, причем читать своевременно. Ребят, всем удачи, всем пока. С вами был Дмитрий Шеф. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok